В этом году в закон о государственных пособиях были внесены некоторые поправки. В рамках обновленного закона пенсии детей с ограниченными возможностями здоровья повысились на 33%. Об этом сообщил министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров. В целях оказания поддержки лицам с ограниченными возможностями здоровья были повышены размеры социальных пособий детям, инвалидам на 33%. То есть, если раньше наши дети с ограниченными возможностями здоровья получали 3000, с июля они получают 4000 сомов. Эти изменения предусмотрены законом с целью поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья. С начала нового года будут выплачиваться пособия также для родителей детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном уходе. Родители будут получать около 5000 сомов за ребенка. Для того, чтобы получить пенсию, родителям необходимо предоставить в нужные органы справку с МСЭК о состоянии здоровья ребенка с пометкой о том, что ребенок действительно нуждается в постоянном уходе. По итогам работы Минсоцразвития в этом году более 12 тысяч человек с инвалидностью были обеспечены протезно-ортопедическими атрибутами. Также более 500 получили инвалидные коляски, 218 из них – дети. 12 специалистов прошли обучение в Германии по основам реабилитации. Министерством ведется работа по изменению подходов к определению и решению проблем инвалидности в соответствии с международными стандартами и нормами. В рамках оптимизации основной деятельной службы медико-санитарной экспертизы будет постепенно и плавно социализирована и более адаптирована к лицам с ограниченным возможным здоровьем для качественного, своевременного проведения как медицинской части экспертизы, так и социальной части экспертизы. В ходе пресс-конференции сотрудниками Минсоцразвития было отмечено, что за 2018 год с государственной казны было выделено 6 миллиардов 524 миллиона сомов на выплату государственных пособий. По итогам работы ведомства в этом году начала действовать выплата так называемых «сюинчу» за рождение ребенка. Для того, чтобы получить «сюинчу», родителям необходимо всего лишь предоставить свои паспорта, и в течение буквально двух минут средства будут перечислены на счет в банке. Как вы знаете, с января месяца выплачиваются единовременные пособия при рождении ребенка «балагасюинчу» в размере 4000 сомов. На сегодняшний день данный вид социальных пособий получило 103 553 родителей. В общем, как отмечает Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики, работа Министерства в этом году довольно-таки плодотворна. И если учитывать эти результаты, то они на верном пути улучшения статуса каждой семьи и каждого человека в стране. Бегаим Бегалеева, Кочурбай Кубанович Беков, Новости Ошперин.